Добрый вечер всем, кто присоединился к нам только что. В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Приемные комиссии прекратили прием документов и подвели итоги первой волны поступивших. Пока шел конкурсный отбор, выпускники школы и их родители могли ориентироваться только на рейтинговые списки. О будущих студентах РГУ имени Сергея Александровича Есенина говорим с исполняющим обязанности ректора вуза Алексеем Зиминым. 4 числа была первая волна зачисления бюджетных абитуриентов и 80% бюджетных мест уже заполнено при поступлении в университет. 7 числа будет издан приказ по второй волне, где будут зачислены оставшиеся 20% абитуриентов, поступающих в этом году. И, наверное, это является ключевым отличием приемной кампании этого года от приемной кампании прошлого года. Качество студентов. Оценивать качество абитуриентов, скорее всего, можно по среднему баллу, который формируется по результатам зачисления абитуриентов. На сегодняшний день можно сказать о том, что этот средний балл выше. И есть прогнозы по бюджетным местам, по среднему баллу на бюджетные места, что он превысит 200 баллов. В целом по университету, по результатам зачисления прогнозируется повышение среднего балла в среднем на 5-10 пунктов по сравнению с прошлым годом. Ваши сотрудники всегда мониторят ситуацию, в том числе откуда приезжают ребят, с какими знаниями они приходят, как готовились до этого, какие направления выбирают. Так вот, хочется понять географию поступающих и что они все-таки выбрали. Ну, если говорить о географии, то, наверное, так же, как и в прошлом году, география достаточно обширна. Помимо близлежащих регионов, это Московская область, Тульская, Липецкая область. Достаточно приличное количество абитуриентов из Архангельска, Краснодарского края, Мурманска, Ставрополя, Крыма. Поэтому географию можно назвать от Мурманской до Сочи и то же самое с Востока и на Запад. Что выбирают? По приоритетам отрадно констатировать то, что уже не первый год растет востребованность педагогических направлений, что для нас очень важно. Психология, социология, биоинженерия – это то, что в этом году активно востребовано. Ну, помимо этого, традиционно остаются востребованными юриспруденция и экономика. У вас всегда актуальный вопрос – количество мальчишек и девушек. Ну, здесь баланс достаточно хороший есть. Сейчас пока сложно прогнозировать итоги зачисления, но в целом более 7,5 тысяч заявлений было подано только на бюджетные места бакалавриата. Из них около 700 заявлений было подано в магистратуру, и уже 31 июля было зачислено, принято на обучение в магистратуру более 500 человек. Понятно, что большинству хочется поступить на бюджетные места, но если не получилось, не хватило, может быть, одного, вот этого единственного балла, что делать, что посоветуете? Ну, во-первых, до 7 числа, то есть до завтра, еще есть шансы попасть во вторую волну, и количество бюджетных мест, те 20% от общего количества, они остались. И есть все шансы и на физико-математический востребованный факультет поступить, и на другие факультеты. Ну, а, конечно же, те, кто не попал во вторую волну, после 7 августа мы с удовольствием ждем всех на обучение на платной основе, то есть на обучение с возмещением затрат. Плюс до 15 августа идет прием на заочную форму обучения. Многие родители сейчас волнуются, потому что их домашние дети, которые, в общем-то, были всегда под присмотром, уехали в чужой город, в чужие какие-то условия, студенческой жизни, опять же, готовы ли общежития, готовы ли всех разместить? Ну, с точки зрения размещения в общежитии могу сказать однозначно, что в этом году все нуждающиеся в общежитии получат свое место. И если более развернуто ответить на вопрос адаптации абитуриентов иногородних в Рязани, и в частности в нашем университете, то, конечно же, могу сказать, что мы стараемся делать все. Активно развивается институт кураторства, как среди старшекурсников, так и среди преподавателей. И мы стараемся, конечно же, сделать максимально комфортными условия пребывания наших студентов, как в университете, так и в общежитии. Сейчас нас будут смотреть и те, кому поступать в следующем году. Хочется понять плюс именно вашего вуза, а заодно и поступившие узнают, что их ожидает в предстоящем учебном году. Ну, если говорить о перспективах на следующий год, то для абитуриентов сразу же хочу сказать достаточно позитивную информацию, что на следующий год мы уже получили контрольные цифры приема, и они больше, чем в этом году, примерно на 300 мест. На все формы, на все направления обучения. И поэтому мы, конечно же, будем с нетерпением в следующем году ждать к себе сегодняшних школьников, завтрашних абитуриентов. Ну, а говоря о тех ребятах, которые в этом году поступают, кто-то уже поступил, кто-то в ближайшее время поступит, то, конечно же, отрадно то, что они поступают в наш университет в год его векового юбилея, в год столетия. И, конечно же, одно из приятных... Куртурных мероприятий, наверное, будет очень много. Ну, они уже достаточно активно идут, и, конечно же, их впереди еще ждут масса интересного сентября. И это, наверное, одно из ключевых таких позитивных впечатлений, которое будет ждать их в первый год обучения, помимо, конечно же, интересной студенческой жизни. Ну, мы сейчас в основном говорим о том, что здесь у нас сейчас, да, ну, попроще, скажем так, но ведь у вас есть масса интересных командировок, практика, которой вот остальные вузы не могут похвастаться. Да, наверное, здесь это является одной из наших отличительных особенностей. И, конечно же, ребята, обучающиеся на любом направлении, на любой форме обучения, имеют возможность пройти как стажировки в России, так и за рубежом. Достаточно интересные практики и всевозможные стажировочные выезды, как у студентов естественно-географического факультета, так и у студентов факультета истории международных отношений. Студенты института иностранных языков регулярно посещают наших зарубежных партнеров и в Китае, и в Европе. Поэтому, конечно же, у сегодняшних студентов достаточно большие возможности и с точки зрения того, что они могут посмотреть мир. А вуз помогает в трудоустройстве в дальнейшем? Конечно, вуз активно участвует не только в процессе обучения, но и в процессе дальнейшего трудоустройства наших студентов, наших выпускников. И здесь достаточно активно участвует наша студенческая профсоюзная организация, наш студенческий актив. В университете есть центр содействия трудоустройства, который помогает ребятам не только в период обучения найти возможные способы дополнительного заработка, но и по результатам обучения помогает, в том числе, трудоустроиться ребятам. Рост востребованности педагогического образования на сегодняшний день обусловлен, конечно же, тем, что меняются условия для учителей в школах. И, приходя туда, они не просто становятся педагогами, они становятся специалистами, которым необходимо уметь пользоваться и современными технологиями, и современными средствами обучения. И, конечно же, молодежь сегодня достаточно активно выбирает это направление. И одним из факторов, в том числе способствующих этому, является так называемый формат целевого приема, когда наш университет заключает договоры напрямую со школами, после чего, помимо поддержки в течение всего срока обучения от направляющей стороны, студент по окончании обучения получает гарантированное место работы. Что бы Вы сказали сейчас, пользуясь случаем, тем, кому, к сожалению, не удалось к Вам поступить? Ну, я думаю, что, как и для всех, на этом жизнь не заканчивается. И, наверное, пожелать найти себя в этой жизни неправильно определиться с дальнейшим своим жизненным путем. А вот такой житейский вопрос. Все стараются не упустить время. Ну, если после школы нужно куда-то поступать, то сразу. Но некоторые ребята думают, что вот этот год, он будет на пользу. То есть человек большему научится, получит, может быть, какую-то профессию, а потом уже будет осваивать специальность. На Ваш взгляд, это хороший подход? Это тоже один из вариантов построения своей карьеры, построения своего жизненного пути. Потому что, наверное, иногда есть смысл попробовать на практике что-то, а потом уже попытаться научиться в теории это реализовывать более профессионально. Спасибо за эту встречу. Это была программа подробностей. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»